Доброе утро! С вами Авер Станкевич и наша ежедневная передача, которая называется «Завтрак с Библией». Сегодня я хотел поговорить о третьей главе Евангелия от Луки, седьмого стиха, о том, как крестил и что говорил Иоанн Креститель, когда пришел на свое служение. Я напомню, что это был один из родственников Иисуса, это был сын двоюродной сестры Марии Елизаветы, сын первосвященника Захарии, которому, как написано в Писании, был глаз Божий с неба, и он проповедовал приход Мессии, он предрекал приход Мессии, он был великим пророком и обличал по Слову Божьему даже самого царя. И, скорее всего, именно поэтому было поверено заключить его в темницу. Так вот, в главе третьей, седьмого стиха, седьмого стиха написано «Иоанн, приходившему креститься от него народу, говорил, «По рождение Ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния и не думайте говорить о себе, отец у нас Авраам, Ибо говорю вам, что может Бог из камней сих воздвигнуть детей Аврааму? Уже секира при корне древ лежит, и всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». И дальше народ спрашивал его, а что же нам делать? И Иоанн отвечал каждому по тому, чем он занимается. На самом деле, вот в этих вот словах, которые написаны именно вот в этом стихе, в девятом стихе, что уже секира при корне дерев лежит, и всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Я думаю, что в этих словах как раз заключен смысл того, о чем говорил Иисус своим ученикам, что всегда при каждом дереве есть ветви, которые плода не приносят, и эти ветви срубают. А если все дерево плода не приносит, то и все дерево срубают. И тем самым Иоанн говорил и предрекал то, что будет сказано потом Иисусом, что каждый из нас должен приносить плоды. О плодах Святого Духа мы читаем с вами в послании Павла, и не только в послании к Галатам, но и во многих других местах написано, что же такое плоды, и как мы должны приносить плоды, и что это такое будет в глазах Бога. И сегодня как раз один из наших тренингов, который я провожу в рамках марафона, который мы организовали с моим партнером Татьяной Рыцкой, мы говорили о видении, и как раз это очень сильно пересекается с видением. Видение – это то, что относится в равной степени как к тому, что я собираюсь делать через пять лет, или через десять, или через сто, так и к тому, что я собираюсь делать сегодня. И вот видение мое – это в том, чтобы приносить плоды. Плоды своей деятельности, то есть помогать другим. Именно те плоды, о которых писал и Павел, и говорил Иисус, что плоды – это помощь другим людям, ведь служение Богу – это есть служение людям. Ведь мы люди – это творение Божье, и служение тем, кого сотворил Господь, мы тем самым служим и Богу. А служа Богу, мы, соответственно, служим людям. И поэтому ценности, которые мы приносим в свою жизнь для того, чтобы приносить такой плод, они должны быть ценностями библейскими, ценностями, которые Господь пытается донести до нас с помощью Слова Божьего. И так сегодня будет очень коротко, но для меня это был сегодня такой повод задуматься на эту тему и о себе, и о тех, с кем я работаю. И вам предлагаю задуматься на эту тему, какой плод вы приносите в своей жизни каждый день. В чем выражается ваша помощь бедным? В чем выражается ваша забота у больных? В чем выражается ваша любовь к ближнему своему, любовь к Богу? И, возможно, у вас как раз все это проявляется. Но подумайте, что еще можно сделать. Что еще можно было бы сделать, чтобы принести плод, пока мы можем его приносить? Чтобы никогда не было такого повода подумать, что наша ветка плода не приносит, и чтобы она была спилена или срублена с этого дерева. Будьте благословенны, хороших вам выходных, и пусть Господь будет с вами во всех ваших делах, и пусть благословит деяния рук ваших и плоды, которые вы приносите. Во имя Иисуса. Аминь. Пока. До завтра. Приходите и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить ни одного из наших прямых эфиров. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok